На третьем этаже Дома Печати находится редакция газеты «Черкес-Хак». История этого печатного издания неразрывно связана с остановлением и развитием Карачаева-Черкесии, с судьбой народа. Пройдя вместе с ним через трудности и испытания, победы и свершения, газета всегда оставалась уважаемой и авторитетной. Неоднократно менялось название газеты. С 1924 по 1929 год она выходила под названием «Адыгапсаудия» – «Адыгская жизнь». Затем как «Черкес-Плеш» – «Красная Черкесия», «Черкесская правда», «Ленин-Нур» – «Ленинский луть». А с 1991 года выходит как «Черкес-Хак» – «Черкесия». 90 лет – это век, говорят по-русски. У нас «Шуго» – то же самое, это человек, «Шуго» – это созревание, становление человека, что ли. Это век. 90 лет – это век почти. И у истоков этой газеты, естественно, стояли в самом начале, это был Баташев Ибрагим, был такой, он и учителем работал, и очень образованный человек с малого Зеленчука. После Баташева пошли дальше другие люди, естественно. Республиканская общественно-политическая газета «Черкес-Хак» освещает общественно-политические события, происходящие в республике, а также публикует материалы по истории и культуре черкесов. Учредителями являются правительство и Народное собрание Карачаева-Черкесии. Газета выходит два раза в неделю, тиражом 4000 экземпляров. Судьба печатных СМИ, в частности на национальных языках, в России весьма неоднозначна. В условиях глобализации и развития интернета газеты пользуются меньшей популярностью, чем, скажем, 30-50 лет назад. Но одновременно национальные газеты остаются едва ли не единственным полем грамотного, можно сказать, эталонного использования родного языка. Уверен главный редактор издания Увжук Тхагапсов. Когда язык начинает теряться, значимость нашего издания намного увеличивается. Намного увеличивается. Когда мы где-то спорим, где-то дискутируем, говорим о национальных языках, о патриотизме и так далее, я себя считаю патриотом своего народа. Но я опять-таки считаю, что патриот своего народа, он должен делать все возможное, чтобы через него привлечь и других людей к своему народу. Черкес-Хак стала школой мастерства для нескольких поколений журналистов. Редакторами газеты в разные годы были Ибрагим Баташев, Салих Тимиров, Абдуллах Тлюняев, Мухаммед Дешеков, Кучук Шурдумов, Хусин Гашоков и многие другие талантливые журналисты и патриоты своего народа и своей малой родины. Газета имеет свою историю, свой стиль, сложившиеся традиции, передающиеся от поколения к поколению. На всех этапах в трудные и радостные дни газета была со своим народом, призывала крепить братство и дружбу в многонациональной Карачаево-Черкесии. Во знаменовании 90-летнего юбилея газеты депутаты парламента Карачаева-Черкесии, представители исполнительной власти республики, коллеги, многочисленные гости из Чечни, Адыгеи, Кабардино-Балкарии и читатели поздравили сотрудников Черкес-Хак со столь значимой датой. Сердечно поздравляю вас с такой знаменательной датой, с таким красивым юбилеем 90 лет. И позвольте мне зачитать приветствие от имени главы республики. Уважаемые друзья, тепло и сердечно поздравляю коллектив газеты Черкес-Хак с 90-летним юбилеем. Газета имеет свою историю, свой стиль, сложившиеся традиции, передающиеся от поколения к поколению. Поэтому информация в ней всегда была и остается объективной, оперативной и многогранной. Круг читателей газеты Черкес-Хак достаточно широк. Прежде всего, это представители старшего поколения и молодежь, которые интересуются своей историей и языком. Один из главных аспектов работы в национальной журналистике, помимо предоставления достоверной информации, это сохранение самобытной культуры языка и традиций своего народа. Указом главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова почетные звания заслуженный журналист Карачаева-Черкесской республики получили два сотрудника редакции Черкес-Хак – Зураб Бемурзов и Люсана Абедокова. Наш коллектив – это главный редактор газеты, это Ужука Скребевич Тхагабсов, заслуженный журналист республик Адыгея, Карачаева-Черкесия. К 90-летнему юбилею газеты он был представлен на заслуженного работника культуры Российской Федерации, то есть это тоже не за грамме. Заместитель редактора Марина Изауова, я ответственный секретарь. И журналисты, если нужно, перечислю, Дауд Гутякулов, Ирина Гутякулова, Ирина Туаршева, Зураб Бемурзов и технические работники. По словам теперь уже заслуженного журналиста КЧР Зураба Бемурзова, черкесский язык требует постоянного изучения, чтобы избежать искажений и употребления разного рода неологизмов. Журналисты нередко обращаются к корифеям и учителям, ветеранам журналистики, известным языковедам и историкам. Несомненно, первым авторитетом, так можно сказать, для нас, это наш главный редактор, очень хороший лингвист, бывший учитель, который сам разбирается хорошо в языке, отлично разбирается и работал над ним. И наш коллектив, который тоже набрался этого опыта. Ну и, конечно, старшее поколение, есть люди, к которым мы обращаемся. Это Хасин Братов, это Али Черкесов, это многие-многие люди, которых я сейчас затруднюсь по именам назвать, но они есть, мы с ними тесно общаемся, мы с ними сотрудничаем. Газета «Черкес-Хак» сегодня является единственным в Карачао-Черкесии изданием, выходящим на черкесском языке. Полно, достоверно, компетентно ее сотрудники стараются оценивать события, происходящие в регионе. Пожелаем нашим коллегам творческих высот, вдохновения, острова пера, а чтобы круг читателей газеты увеличивался год за годом. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.